Пусть сапожник судит не выше сапога. Привет, я Даша. Сегодня я хочу снять видео о Галли Поттере. Зачинщица у нас Аля. Столько на её видео внизу. Такой список вопросов и ответов на них. Любимая книга. А чёрт её знает. Трудно определиться, но, наверное, в принципе, полукровка. Меня там как-то подкупает, что Галли Поттера наконец-то взяли варенье и стал преуспевать. Это же, в принципе, полукровка была, правда? Ну да. Любимый фильм. Нету такого. Моё мнение таково, что Галли Поттера – неудачный фильм. Причём самая первая часть была ещё вроде как ничего, но чем дальше, тем хуже. И этот фильм даже «День рождения» испортил. Ну, я и так этот фильм не люблю. Ну, и дело в том, что Галли Поттер выходил, по-моему, 15 июля. А у меня день рождения 17. И я отложилась специально на два дня, так сказать, просмотр, премьеры. Я хотела пойти там утречком перед гостями, посмотреть фильм. А там уже, там и гостей с Чати Шушенская ехать. И есть у меня традиция каждый год в канунь дня рождения, прям в день рождения ехать на какое-нибудь историческое место. Вот если вы вспомните свои видео там о Козульке, название села, если кто не знает, Шалобольна, Курганчикова. Это всё я снимала в середине июля. Вот. Ну, вернёмся к нашим баранам. Какая же это была экранизация? Вот какая-то из... Не тут пятая книга, не тут четвёртая. Что-то такое. Это было ужасно. Я всегда считала, что большой экран, ну, даёт пару ручков к армии, даже за самого плохого фильма. Тут даже большой экран не спас положение. Это было ужасно. Я потом всю неделю пребывала в ужасном расположении духа. А уж тот день, в котором я смотрела, вообще это было печально. Так что ответ никакой. Наименее любимая книга. Ситуация какая? Когда я читала «Гэлли Поттера», она ещё была в процессе выхода, она ещё не вся вышла. Ну, уже были две книги в продаже. И, разумеется, до того, как вышли остальные части, я их зачитала, да заперечитывала. Ну, в общем, философский камень мне порядком поднадоел. Она не менее плоха, просто она... Мне малость поднадоела. Поэтому «Гэлли Поттер» — философский камень. Третий вопрос. Любимый персонаж? Как-то вот мне тоже не хочется, как Али, называть кого-то из главных. Хотя, конечно, я очень благоволю и Рону, и Гермионе. Полуна Лавгут. Я её поняла не сразу. И вообще до сих пор не поняла, если честно. При первом по чтению книги как-то вот я к ней отнеслась так скорее прохладно, нежели как-то вот с положительной ноткой. Вот, но при последующих прочитываниях она мне нравилась всё больше и больше и больше, и да, Полуна Лавгут. С кем бы из персонажей вы хотели бы встретиться и провести время? Вот не люблю я встречи, я интроверт, я стесняюсь, я не общительная. Вот, так что, с Полуна Лавгут. Ну, наверное. Кого из актёров фильма вы бы хотели встретить? Рона Уизли. Ну, чувак, который играет Рона Уизли, как его зовут? Знала же. Ладно. На каком факультете вы бы хотели учиться? Вот тут вопрос двояки. Потому что, конечно, я во всех книгах всегда на стороне добра. Поэтому, казалось бы, логично ответить Гриффиндор. Однако, в интернете когда-то существовал проект. К сожалению, он сейчас революционировал в другой альтернативе юной, но уже без привязки к миру Гарри Поттера. Школа Хогвартса. Там действительно выставлялись лекции. Типа, магия языка, там, магия славян, квиддич. Там мы играли, кстати, реально в квиддич. Виртуально. Это напоминало что-то вроде совмещения чата с фишками какими-то. То есть такое, что ты делаешь ход, там, описываешь, там, допустим, твой логин. Там слетела смейтла под влиянием меча, который в неё бросили. Правда, надо было делать домашние задания, там, правда, были гостины, в которых, ну, это, грубо говоря, чаты, в которых там был рейтинг факультетов, там, какой факультет победит, всё такое. Там и серая дама был, полторгейст, и зелень невидимости, невидимости, всякие-всякости. То есть всё это было полито соусом Гарри Поттера. Вот. И там, когда поступаешь, я оканчивала эту школу дважды. Здесь не сад. Там, когда поступаешь, ты пишешь название двух факультетов, которым ты благоволишь. И, значит, пишешь сочинения мне на тему, которую тебе зададут, и поэтому сочинения тебя какой-то факультет определяет. Я сейчас, наверное, выгляжу как сумасшедшая, да? В общем, и дважды, оба раза я попадала в Рейвен Кула. То есть это как Тирван. Ну, в принципе, там даже цвет, у меня любимый цвет синий, а там герб белый, по-моему, орёл на фоне синего герба. Поэтому, казалось бы, ответ тут должен быть Гриффиндор, но вот получается, что Рейвен Кула как-то, я уже примирилась с этой мыслью. Вот так. Следующий вопрос. Ваш патронус, сова, не задумываясь, я похожа, смотрите. Уху! Уху! Ну, просто очень любезловно, они такие милахи, прям милахи, прям милахи. Вот, да, и в мультиках они любят читать. Угу, так что, совы. Чтобы вы выбрали воскрешающий камень, мантию-невидимку или волшебную паву. Я не буду оригинальчик, я как и Аля выберу мантию-невидимку, потому что воскрешающий камень, зачем он мне нужен? Потому что, в общем, кто читал мифы Гриффиндор, в том числе, как и Орфей за своей женушкой ходил, и что-то путаю. В общем, это уже не будут те люди, какими они были при жизни. Это будут те, которые будут тусклыми ходить, что-то, мне не нравится, мне не кажется это правильным. А мантию-невидимку, ну что нарываться, по-простецки так, да? В команде по квидичку, какую позицию вы бы занимали? Спорт не мое. Я была бы прекрасной полящицей. Даже я когда в фильм смотрела, и когда показывали квидич, тут же загоралась такая, так, ребята, вдальте там. Так что я была бы активной полящицей. Играли ли вы какие-либо игры? Да, от моей любимой фирмы, занимающейся играми, именно Electronic Art, по-моему, она называется. Ну, это ЕС, которую The Sims придумали. В общем, как-то попала ко мне случайно совершенно игра, посвященная уже... Так, принципу луковки, какая часть? В общем, посвященная принципу луковки. Мне так понравилось, думаю, вообще там, она не детская игра. И мне так понравилось, думаю, дай-ка я про то самого первого. Вот как раз, кстати, вот первая часть, она совершенно детская. А я рассказывала, я не буду повторяться. Я там даже середину игру не прошла, она мне просто не заинтересовала. Какие моменты в книгах и фильмах вас заставили плакать? В фильме вообще меня ни один момент не заставил плакать. А в книге, наверное, каждый раз, когда кто-то умирал, из хороших людей, и ещё эта пчела, что ли, вылетает? Откуда? И какие-то трогательные моменты. Вот, кстати, один конкретный момент я помню, когда я, правда, прослезила, прослезила, ага, поранила парочку слезинок. Это, ну не буду спорить, в общем, когда в одной из заключительных частей книг с собой Галли Поттера получилась неприятность. Вот тогда я точно прямо расстроилась. А вот когда с Дамблдором там неловкая ситуация вышла, кто-чего меня не поймут, я вообще не расстроилась. И потому что я такая злая вредина, потому что я и тотал наделываюсь, что ситуация как-то вот сама с собой справится. Ну или не сама с собой, исправится. Поэтому, когда стало понятно, что всё останется так, как оно и состоялось, как-то у меня уже не было по этому поводу испытывать какие-либо эмоции, помимо удивления. Вот. Завуалировала так. Ну и последнее вопрос, насколько важен для вас мир Гарри Поттера. Ну, преподнесённые там какие-то вот вещи, они меня впоследствии облегчили, так сказать, переносы очень тяжёлых моментов в моей жизни. И поэтому для меня этот мир важен. В частности, действия с тементами, с омутом памяти, какие-то вот ещё такие вот всякости. Очень мне нравится, кстати, от Амблдаря, как он выражается, такой язык, он вкусный, но при этом очень такой аристократический и при этом юморной. Я когда, кстати, читала последнюю книгу, я прям постоянно повторяла одну и ту же фразу. Роулинг-гений. 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 То есть прямо вот... Любите мир Гарри Поттера. Пока. Роулинг-гений.